Здравствуйте! 70 лет назад газета «Тагильский рабочий» рассказала о том, как можно в военное время распоряжаться полудрагоценными камнями. Тех же РПРОМ начал выработку бордосской жидкости из отходов малахита. Бордосская жидкость является прекрасным средством предохранения фруктовых деревьев от вредителей. Первая партия в количестве 6 тонн в порядке социалистической помощи отправлена совхозам Украины. Сейчас коллектив работников приступает к массовому изготовлению бордосской жидкости из малахита. 26 февраля 1955 года. Это был день накануне выборов. Наши выборы были не то, что выборы в капиталистических странах, где это мероприятие было превращено в фарс, пишет газета. Начнется ли завтрашний день крепким морозом или мягкой снежной погодой, все равно он будет радостным и долгожданным. Он будет большим праздником нашего народа. Сплоченные единой волей коммунисты и беспартийные отдадут свои голоса за лучших и верных товарищей, честных сынов и дочерей Родины. Это будет завтра. А сегодня на агитпунктах кипит работа, пишет газета. Вот, например, один художник из прокатного цеха написал все портреты руководителей партии и правительства, искусно вылепил на кумачевых заставках барельефы Ленина и Сталина, хорошо продумал весь художественный ансамбль оформления комнаты для голосования. Пишут, что трудоемкими работами заняты в основном мужчины, украшение кабин предоставлено в распоряжение женщин и надо отдать им должное. Все кабины убраны красиво и со вкусом. Одни выдержаны в строгих тонах, другие в светлых и теплых. В каждой кабине цветы и салфетки. Давайте раскроем интригу, с каким же результатом пройдет завтрашнее голосование в Нижнем Тагиле. Итак, явка составит 99,9% внесенных в списки избирателей. Результат такой. Отдали свои голоса за выдвинутых кандидатов блока коммунистов и беспартийных 99,5% проголосовавших. И даже интересно, не почему такое единство, а кто были эти люди 0,4, которые проголосовали как-то иначе.